Весьма предприимчиво местная власть города Булаева на севере страны. Там теплотрассу утеплили с помощью скотча. И это несмотря на то, что ранее ремонт обошелся бюджету в 9 миллионов тенге. Новая теплоизоляция не выдержала и одного сезона. Тогда на помощь и пришел скотч, которым обмотали трубы. Впрочем, приводить в надлежащий рабочий вид магистральные сети не торопятся. Более того, чиновники сделали громкое заявление. Оказалось, что отапливать в целом микрорайон и вовсе не выгодно. Теперь же люди опасаются, что останутся зимой без тепла. Подробности у Нургуля Ахметовой. Мы сейчас сами не знаем, кто нас будет отапливать, когда нас будут отапливать, как это все будет делаться и когда. Жители окраины райцентра Булаева взволнованы. Микрорайон не готов к отопительному сезону, хотя здесь из 90 домов почти все подключены к центральному отоплению. Поставили в прошлом году новые котлы. Но там за счет насосов их отключались, раздуло, и они все бегут. Я говорю, что зиму ходил? Вот, трасса называется. Вот это вот, от жары и от холода. Она лопается, скотчем замотана. Год назад в этом микрорайоне провели ремонт магистральных сетей теплоснабжения. Андрей Эйхнер разрешил пустить трубу через свой огород. В итоге потом сам всю зиму их и утеплял, чтобы не разморозились. Это за куртка простая. Я уже так думал, от себя, как говорится, вот взять вот так вот, обмотать, а наверх пленкой и на проволоку. Ну что, не везут ничего, привезем, привезем, а ничего нет. Хотя она мне это не надо, даром. Вот она чем была замотана. И это вот как стекловато. Так они ее расслаивали, чтобы побольше, наверное, вышло. Вы как принимали работу? Ну я-то осенью пришел. Работы проводили с летом. Два раза вот так обмотать. Поэтому будем разбираться. Вот этот материал, видите, он сам проклеен. Вот этот материал, он проклеен, видите. А это просто было как для связки, чтобы держалась она. Ну у вас вся теплотрасса идет скотчем обмотана. Не, ну это скотчем, это просто она как бы основной функции не несет. Когда ее собирают перед проклейкой, ее полностью обматывают. Вот скотчем мы обмотали и потом начинаем проклеивать. Чтобы держалось. Ну не так, как вот. Но судя по всему, даже скотч не помог. Тем временем на ремонт системы теплоснабжения из бюджета было выделено 9 миллионов тенге. В прошлом году были приобретены два новых котла. Проведен ремонт магистральной сети теплоснабжения. Порядка километра. Ремонт подводов к домам не проводилось. Вот в текущем году нам показало, что нужно, необходимо еще и подводы к домам тоже подремонтировать. Подремонтировать в этом микрорайоне нужно не только теплосети. По словам жителей, в аварийном состоянии находится и канализационная система, и водопроводные трубы. Вот здесь, к примеру, полтора месяца назад случился порыв. Из образовавшейся огромной лужи люди качают воду для хозяйственных нужд. Дома берем по счетчику, и здесь бесплатно. Ну, чтобы зря не уходила вода. Мы эту яму пока оставили для чего разрытую. Мы хотим здесь провести методом санации в старую трубу, завести новую трубу, 63-ю. Это буквально до конца месяца уже будет вся работа проведена. Коммунальщики заверили, что к наступлению холодов и опрессовку проведут, и трубы утеплят, и порывы устранят. А по словам местных властей, отапливать этот микрорайон вообще нерентабельно. В связи с тем, что потребителей мало, но при этом затраты на отопление выходят больше в два раза того, что собирается с жителей данный поселок в отопительной части нерентабельной. С таким подходом чиновников вопрос подачи тепла в жилые дома может вообще стать ребром. Нургуль Ахметова, Тулигин Иманов, Североказахстанская область. Итоги дня.